Привет, я рад приветствовать тебя на своем канале. Меня зовут Сергей Ульянов. Если ты подписан или подписан на меня, то ты знаешь, чем я занимаюсь. Если ты нашел или нашла это видео через поиск, или кто-то прислал тебе ссылку, то совершенно не важно, здесь в этом видео абсолютно не важно, кто я, и контекст моей жизни в данном случае здесь не является основным. Но, что было бы классно, наверное, сказать, что меня зовут Сергей, да, я уже представился, мне 34 года, и в этом году, этот новый год я встретил, 2022 год, да, я встретил в ретрит-туре, и этот ретрит-тур изменил мою жизнь, блин, очень высокопарно, правда, очень, ну, в общем, давай так, этот ретрит-тур очень, очень сильно меня вдохновил. И это видео один из результатов того, что со мной произошло. И если ты спросишь, зачем ты смотришь это видео, чем оно тебе может быть полезно, потому что сейчас время полезного контента, то этот вопрос, ответ на этот вопрос знаешь только ты, потому что ты включил или включил это видео, я тебя не просил, тебя не заставлял, тебе не прислал эту ссылку. Значит, у тебя есть какой-то запрос, и будет ли оно полезным для тебя? Сто процентов да. Почему я так считаю? Потому что, даже если все то, что я скажу, будет тебе неблизко, или неинтересно, или непонятно, или ты не согласишься, то в этом наверняка тоже будет какое-то зерно чего-то, что сможет возрастить тебе что-то, какую-то мысль, сделать какой-то полезный выбор. Это первое мое видео в формате видео, блога. Я решил, что я не буду делать дубли, я решил, что я не буду его монтировать, я решил, что я не буду добавлять спецэффектов вот этого всего. Поясню почему. Если ты до сих пор еще смотришь это видео, то, я думаю, тебе будет интересно узнать почему. И это же касается света, звука, качества видео. У меня есть вот только это время, здесь и сейчас, чтобы поделиться с тобой этой информацией. У меня не будет времени, к счастью или к сожалению, пересматривать, переснимать, монтировать, покупать дорогостоящее оборудование, или, в общем, выстраивать часами там свою сцену. Вот то, что ты сейчас видишь у меня за спиной. Но мне очень хочется рассказать об этом и другой возможности поделиться этой информацией не будет. Поэтому, если ты продолжаешь смотреть видео, значит, ты найдешь в нем что-то. С чего начну? Что такое ретрит-тур? Я честно скажу, честно скажу, как я себе это представлял. Я представлял себе какое-то пространство без телефонов, в которые ты погружаешься, и где происходят какие-то разные практики. Медитативные, йога и прочее. Прочие разные интересные практики, которые позволяют тебе разобраться немножко больше в себе и понять, как тебе достигать своих целей. Это то, что я думал. То, что я, как я себе это представлял. Наверняка я специально не сильно гуглил. Я знаю, что есть там сериал, по-моему, называется он «Девять незнакомых людей» о чем-то подобном. Ну, у каждого, наверное, есть свое какое-то представление о том, что такое ретрит-тур. Я расскажу, что было, где оказался я, и что это из себя представляло. Для меня ретрит-тур оказался пространством, в котором собралось 11 друг другу незнакомых людей, которые в этот Новый год решили встретить в решении вопроса какого-то. Приехали с каким-то намерением разрешить сложную или непонятную ситуацию в своей жизни, в том числе и я. И три дня, две ночи, да, мы проходили разные практики, и эти практики... Телефоны у нас были, телефоны были при нас, но лично я не сильно постарался ими пользоваться. Это для меня был такой личный челлендж, никто не запрещал. Я только помечал себе, записывал какие-то выводы, и... Моя личная задача была... Узнать, получить какую-то информацию, как я могу прийти к своим целям и задачам, которые я для себя поставил. Сразу скажу, что здесь это видео, я постараюсь сделать его безоценочным. Может быть, не получится, но я постараюсь не давать оценок тому, что я видел. Я постараюсь поделиться только лишь выводами, которые я сделал из вот этих трех дней, двух ночей, да, в туре. Одним из важных, самых важных выводов, я сейчас, наверное, подсмотрю, я в своей записи... Есть такое выражение, да, когда ты... Если ты уже для себя понял, в чём ты нуждаешься, ты уже на 70% на стадии, на пути к решению этой задачи. Вот и я понял, что этот тур помог мне для себя осознать, что я всё могу, как бы это ни звучало. И, в общем-то, это вот тот самый мостик к тому, чтобы всё произошло. В этом туре я столкнулся с разными людьми. Это было очень интересно. Я увидел семью, мать и двоих детей, взрослых, совершеннолетних, которые с семьёй вот так вот приехали проводить Новый год вот в такой атмосфере. И это было для меня просто невероятно. Я, ну, конечно, как человек, я бы мечтал о такой семье и мечтаю создать свою семью, которая может проводить свой отдых настолько осознанно. И я, кстати, не сказал, почему я в белом. Я не настолько преисполнился в этом ретритуре, что этот просветлел настолько, что уже весь создал из себя светлый образ. На самом деле, если я просто купил новое бельё на Новый год, меня, конечно, расстраивает, что я покупаю себе новое бельё только на Новый год. И что это для меня как подарок и праздник. Но тоже неплохо. Выйти в свет некуда в нём. Показать некому. Поэтому снимаю видео. Мне очень хотелось его надеть и в нём что-то здесь делать. Вот получилось это видео. Оказалось, на контрасте с тёмным фоном будет выглядеть отлично. Ну и тему, кстати, тоже подчеркнёт. Наверное, что ещё хотел бы сказать. Я встретил женщину 55 лет, которой невестка подарила эту поездку. Это тоже для меня, я вот сейчас говорю, для меня наворачиваются слёзы о таких тёплых, трепетных взаимоотношениях внутри семьи, где люди настолько заботятся друг о друге и готовы дарить близким вот такие небанальные, нестандартные подарки. И это прекрасно. Это прекрасно. Я увидел новую модель семьи, взаимоотношений. Это меня наполнило. Это показало мне о том, какие бывают вообще отношения. В этом туре я стоял на гвоздях. У меня была практика гвоздестояния. Она была не запланирована, она была не анонсирована. Но как только я об этом узнал, я тут же занял, грубо говоря, очередь первым это сделать. Я это сделал по итогу третьим, но неважно. Здесь я, наверное, сделал небольшое превью относительно гвоздестояния. В 2021 году я хотел постоять на гвоздях и договорился. Я погуглил, разобрался, что такое гвоздестояние. Гвоздестояние это такое... Опять-таки я расскажу, как я понимаю, может быть, я неправ, или есть разные определения, что это было для меня. Это, опять-таки, тоже практика. Цель которой... осознать свои намерения на реализацию своей задачи. То есть, грубо говоря, если грубо, то есть ты готов стоять на гвоздях, то есть ты себе самому показываешь свою уверенность в том, что ты готов достичь какой-то цели и задачи. Не знаю, вот моя задача в 2022 году зарабатывать деньги только музыкой и актерской карьерой. Я по профессии актер, по образованию режиссер, и я учился в театральной школе, учился в театральном университете, снимаюсь в рекламе, постоянно хожу на какие-то кастинги. Но моя жизнь сложилась таким образом, что я не... был вынужден достаточно рано идти зарабатывать себе на жизнь и бросить вот свое основное увлечение. Ну, то есть... Ну, так получилось. И у меня не сложилось окружение, которое могло бы поддержать меня в моем желании. Мне все говорили, что мне нужно идти работать кем угодно. И я получил профессию маркетолога и благополучно занимаюсь ей уже много лет. Но только сейчас я прихожу к тому, к чем на самом деле я хотел бы заниматься. Не то, чем меня вынудила жизнь или обстоятельства, или я не смог проконтролировать это, да, но принять вовремя решение, которое я хотел, не смог. Я сейчас с этим занимаюсь. То же самое и с музыкальной карьерой. Я с детства пою, с детства пишу песни, сочиняю их сам. Ну, то есть я сочиняю песни, я сам пишу мелодии, слова. Я сейчас... Сейчас вот начал обучаться на фортепиано. У меня есть музыкальный проект. Он разножанровый. Много чего еще из того, что я сейчас придумываю, еще не вышло. И моя задача... Я сейчас увольняюсь с работы вот в конце января, ой, в середине января. И сейчас я ищу возможность. И я приехал с этим запросом, чтобы моя работа, то, чем я зарабатываю деньги, это было то, что хочу я делать. Но я же ведь не просто хочу, да, я очень огромное количество усилий, средств и лет, опыта. В общем, я учился, работал. И я не просто хочу, я всем очень много чего сделал для того, чтобы иметь право этим заниматься. Я сам себе в первую очередь доказал, что я имею право этим заниматься, что я профессионал. И хочу этим зарабатывать деньги. И это был один из моих запросов, с которым я остановился на эти гвозди. Хотел встать на гвозди. И когда... Я говорил о том, что я несколько месяцев назад собирался это сделать. Я нашел человека, который занимается церемониями целыми гвоздестояния. И вот я только что объяснил, для чего гвозди, да, с какими целями ты это делаешь, для того, чтобы проверить свое собственное намерение. Ну, наверное, так. Я для себя это расценил, да. Летом я нашел... В конце, да, лета осень, почти в начале осени, нашел мастера, проводника. Мне не очень близко это слово. Я вообще не люблю эзотерические понятия. Для меня все, чем более конкретно и понятно, научно обосновано, тем лучше. Поэтому для меня это профессионал, который занимается... Знаете, вот как есть массажист. Ты же не называешь его проводник в мир удовольствия. Конечно, это может быть его слоган, да, но когда... Почему-то, когда мы говорим о каких-то... ментальных практиках, да, практиках внутреннего своего здоровья, его еще называют душевное... Вот мне опять-таки не нравится психологическое, психологическое здоровье, не душевное, психологическое здоровье. Когда мы говорим об этом, почему-то всегда набивается какая-то дополнительная ценность человеку, который этим занимается. Ведь врачи, они же не говорят, что я проводник, да, там, учителя не говорят, что они проводники в мир знаний, да. Кажется, человек специалист в своей области. Я не хочу... не хочу никого унизить сейчас, не хочу никого оскорбить и не хочу занизить чьи-то умения и возможности, но в моей системе ценностей есть специалисты по гвоздестоянию, да. Они называют себя проводники. Можем на таком... на такой терминологии, на таком определении остановиться. И я нашел такого человека летом, ну, вот в конце лета. И одно из условий, мы договорились на дату, это было 9, как сейчас, я помню, октября. И, ну, да, получается, это уже... договорились на конкретную дату, мы осенью уже. Договорились мы на 9 октября, и он поставил мне задачу не только подготовиться морально к гвоздестоянию, но еще и отказаться от мяса, алкоголя, секса, и... наверное, пока что все. Ну, так как я не употребляю алкоголь, для меня было это в порядке вещей, так как я не нахожусь в отношениях, и у меня нет постоянного полового партнера, для меня не было вопросом отказаться от секса, тем более на 2 недели. И мясо, я... у меня к нему достаточно спокойное отношение, я могу его не есть, могу его... ну, то есть, может, там, я могу, там, условно, 3 недели питаться, там, только, там, грибами, я не знаю, там, да, с лисичками, вот, да, трюфелями, ну, не трюфелями, как они называются, ну, короче, там, могу, там, 3 недели питаться только рыбой, ну, короче говоря, если... я не чувствую никакой-то особенной необходимости в питании мясом, но я мясо люблю и отказываться от него на сегодняшний день пока не хочу и, ну, может быть, не готов, я не знаю. Ну, несколько лет назад я держал пост, это был... я не верующий человек, я атеист, но это был челлендж в компании, в которой я на тот момент находился, и мне было интересно узнать в первые в жизни, смогу ли я... это был великий пост, 40 дней, мы про него начали, узнали чуть позже, поэтому где-то около 30 дней я... мне было впервые интересно, я никогда осознанно не отказывался от мяса, я попробовал это сделать, у меня получилось, я 30 дней, там, или 30 дней не ел мясо и чувствовался просто... ну, то есть, это было очень легко, ну, то есть, там, грибы, картошка в разном, там, жареные, вареные, там, какие угодно, для меня были, там, просто пареные, в общем, все, что угодно, для меня было прям за милую душу, я питался этим всем, и... на сегодняшний день для меня это тоже не стало, когда мне сказали о том, что нужно 2 недели подождать, для меня не стало, и не есть мясо, в том числе, для меня не стало, это какой-то проблемой, я отказался достаточно просто. за 2... ну, получилось таким... к сожалению, получилось так, что 2 недели я держал пост и не употреблял алкоголь, не занимался сексом, но... я мастурбировал, да, я так и не спросил у мастера, специалиста по гвоздестоянию, нарушил ли я те... те запреты, которые мне были, да, даны, но это стало неважным, потому как я... случился достаточно серьезный нервный срыв, и я в день... и он совпал там почти там день в день с вот этой процедурой гвоздестояния, мне пришлось ее, к сожалению, отменить. И поэтому сейчас, когда я оказался вот на Новый год внезапно с возможностью осуществить гвоздестояние, я был невероятно этому рад и был счастлив, что я смогу это сделать. И... и намерение я уже приехал на ретрит, тур, да, с намерением. Я уже озвучил одно из своих намерений. И, конечно, мне было важно, важно сейчас это сделать. Здесь тоже был свой проводник, она же организатор тура, девушка, и... в этот раз получилось так, что мне не пришлось ни голодать, ни ограничивать себя в сексе, или еде, или алкоголе. Как раз на пороге нового года, да, там были мероприятия, на которых там на работе корпоратив у меня там был. дома я себе устроил прекрасный один вечер с шампанским, там, с красной лькой, с петерброда. Да, могу себе позволить. И... тем не менее, я поговорил с ней об этом, сказал о том, что я не держал пост, и все, все выше озвучено. она сказала, что у каждого мастера, специалиста, да, проводника свои... свои постулаты о гвоздестоянии, и для нее это не является проблемой. Передо мной было трое человек, и я, наверное, еще сейчас поделюсь той информацией, которую я узнал о том, а вообще о гвоздестоянии. Я узнал о том, что есть люди, которые постоянно этим занимаются, ежедневно кто-то покупает себе эти гвозди из дома становятся, стоит там условно по минуте, кто-то приходил условно на какие-то церемонии подобно вот этой, и там стоял на гвоздях там какое-то количество времени, условно 10 минут. Тот же мастер, с которым общался я, к которому я собирался пойти на гвоздестояние, говорил мне о том, что он ставит людей на полтора часа минимум. Ну, и для меня это был всегда немножко такой, так, а это возможно, челлендж такой, да, если это возможно, то я хочу выстоять как можно больше, я не хочу стоять 10 минут. Ну, есть еще и разные гвозди, возможно, да, продолжительность вот этого акта зависит от вот этих гвоздей, но тем не менее. Передо мной было два человека, две девушки становились, одна достаточно быстро простояла, вот, и вторая там около 10 минут, и когда я туда остановился, ну, скажем так, я был настолько уверен, что я смогу простоять там полтора часа, что, ну, запрыгнул, ну, не запрыгнул, но встал достаточно быстро, легко, в отличие, наверное, от той атмосферы, когда я собирался прийти на церемонию гвозди стояния, когда там ты находишься один в помещении, да, и с тобой только твой, да, мастер условно находится в твоем, там же было, ну, был 11 человек, кто-то там занимался, это было свободное время, кто-то там разговаривал, кто-то говорил по телефону, кто-то рисовал там нейро, нейро, что, как это называется, я себе записал первый раз об этом услышал, нейро, нейрографикой занимался, я думаю, что сейчас кто-то возможно удивится, что я об этом не знаю, но вот, да, и мне казалось, что это будет сложно, что я не смогу сконцентрироваться, мы не сможем с ней, с девушкой, с проводником, да, с мастером, со специалистом по горизлям, как-то на коннекте побыть, что все время будет что-то мешать, отвлекать, кто-то будет ходить, что-то спрашивать, и, в общем, это так будет, что, скорее всего, я, это продолжится недолго, я, мне не понравится атмосфера, в которой это будет происходить, я буду, может быть, даже жалеть, но то, что я смогу туда запрыгнуть, и что это будет не больно, для меня было абсолютно, ну, вот какой-то истинный, я не знал, правда ли это не больно, ну, я общался с человеком, который может максимум минуту простоять, да, и больше нет, поэтому, почему я так думал, я не знаю, но в тот момент, когда я встал на гвозди, моя, моя основная задача была отключиться от внешнего мира, поэтому мне хотелось, правда, я не был готов еще, там, на визуальный какой-то контакт с девушкой, да, проводником, не был готов, хотел сконцентрироваться на себе, проговорить внутри себя о своем намерении, да, которое я себе запланировал решить, сегодня, и я закрыл глаза и начал дышать, просто начал дышать, мы взялись вот так вот за руки, она взяла меня как-то вот так, да, и вот мы так простояли, начали стоять, мне сложно вести учет времени, я не знаю, у меня не было часов, я не смотрел, но по ощущениям первые, наверное, минут шесть, это продолжалось порядка шести минут, мне, я не скажу, что мне было больно, мне было очень некомфортно стоять, а особенно в первую минуту мне показалось, что я готов с них сойти, вот, ну, то есть, я удерживаю себя силой воли, там просто, и для меня это оказалось такой, такой неожиданностью, что меня испугался, я подумал, как, ну, я же тут сейчас собирался ставить рекорды, там, полтора часа стоять, и я думал об этом, я старался, старался держать себя, мне рассказали о том, что на гвоздях там может, могут разные эмоции проступать, могут проступать слезы, могут проступать смех, кого-то начинать трясти, ну, то есть, такая серьезная эмоциональная какая-то история, плюс, там, это же нервные центры, наступаешь на тикбойзе, они, там, влияют на какие-то нервные окончания, ну, в общем, это такая стрессовая ситуация для организма, в общем, разные могут быть абсолютные эмоции, и в промежутке вот этих шести минут я действительно почти чуть не заплакал от какой-то боли, в какой-то момент я переключился на какую-то смешную шутку или что-то, какую-то смешную ассоциацию, я не помню, чуть не засмеялся, но это все не важно, я помню, что первую мысль, которая меня посетила, когда я проговорил несколько раз про себя, свое намерение, какие задачи у меня, одна из мыслей, которая была у меня в этот момент, что мне не нужны гвозди для того, чтобы достигать свои цели, и это это было это был просто как гром среди ясного неба, это было настолько неожиданно, то есть я понял для себя, что мне не нужно испытывать боль для того, чтобы достигать цели, которые я хочу, у меня в жизни было и так огромное количество боли, огромное количество сложных ситуаций, которые я преодолевал, преодолеваю каждый день, каким-то образом реагируя на что-то негативное, или сейчас есть определенные сложности у меня, в том числе на работе, как я говорил, да, и зачем я иду, чтобы причинять себе дополнительную боль, чтобы понять, что я достоин того, чтобы, или условно, что у меня точно получится достичь то, достичь то, чего я хочу, это была такая шокирующая мысль, честно скажу, и она так меня поддержала, я так осознал ценность всего того болезненного опыта, который был у меня до сегодняшнего дня, который привел меня, да, а я думаю, какие ответы еще, вот все же уже была вся эта боль, я каждый день доказываю себе, что я имею право заниматься тем, что я люблю, я каждый день, я имею право достигать в этом успеха, я талантливый, я целеустремленный, я работящий, я осознанный, я так сильно переживаю из-за качества, из-за то, что я говорю, кому я говорю, о чем я говорю, зачем, для чего, как это профессионально все, и тут я да, я понял, что мне не нужны эти гвозди, где-то плюс-минус, ну там, не прямо в этот момент, конечно, но через там условно там в течение минуты, девушка, проводник, с которой мы стояли, она она началась, она задала мне какой-то вопрос, или спросила, можешь ли ты открыть глаза, я честно скажу, я не помню, и у нас завязалась с ней, она спросила, как я себя чувствую, что я ощущаю, я ей рассказал про вот эту первую свою эмоцию, и у нас завязался разговор, она спросила, как ноги, вот это все, я сказал, что я хочу, мне хочется попереминаться с ноги на ногу, могу ли я это сделать, она сказала, что лучше этого не делать, и мы начали с ней разговаривать, поначалу разговор не клеился, но у меня был какой-то, мне почему-то показалось, что разговор не будет искренним, потому что она не хочет, может быть, меня слушать, ну, может быть, это ее работа, да, но она сейчас будет задавать мне какие-то стандартные вопросы, будет слышать какие-то плюс-минус понятные, ожидаемые для себя ответы, ну, это я так для себя решил, и поэтому мое общение было достаточно настороженное, несколько такое поверхностное до какого-то момента, несмотря на то, что я на сегодняшний день стараюсь не, вы видите, я достаточно откровенен в очень личных и каких-то ну, да, интимных деталях своей жизни, мне кажется, что нет смысла ничего скрывать, потому что ну, жизнь одна, и прожить ее у нас есть только одна возможность, и когда мы начнем тогда говорить то, что мы думаем, кому, ну, то есть мы все время должны выбирать, да, или что, почему, почему нужно все время думать, выбирать слова, выбирать интонацию, я и так прекрасно знаю, ну, что я делаю правильные вещи, зачем мне нужно выбирать слова, я не делаю, если я сказал о мастурбации, неужели ей не занимается никто из тех людей, которые смотрят это видео, почему я должен скрывать это, переживать, сомневаться, нужно ли об этом говорить, и когда я начну вообще говорить тогда в таком случае то, что я думаю, я так, я, я, я хочу жить жизнь, в которой я имею возможность говорить то, что я думаю, это честно, еще маленькая деталь, я, наверное, должен был сказать об этом в начале, но я забыл и все то, о чем я сейчас говорю, это мое мнение на сегодняшний день, на сегодняшний день, на эту минуту, мое мнение может меняться, оно может развиваться, расти, становиться шире, изменяться вообще в противоположную сторону, наверняка такое тоже бывает, но мне было очень важно поделиться тем чувством, что я ощущаю сейчас, потому что я приехал настолько наполненным, настолько преисполненным, да, какое-то вот этого чувства, то, что если кто-то меня услышит, обязательно, если кто-то узнает это, посмотрит это видео, обязательно, оно не будет лишним, оно не будет просто где-то занимать место в интернете, оно не будет просто для кого-то ненужным, или это будет просто мои амбиции, которые я хочу, вот я хочу говорить, быть вот этой говорящей головой, я хочу, чтобы на меня люди смотрели, это не только об этом, это информация, в которой кто-то сможет для себя найти что-то важное, что сможет каким-то образом повлиять на его дальнейшую жизнь, и поэтому я выкладываю это видео, и поэтому я не буду его монтировать, поэтому я не буду его переписывать, я уже несколько раз и запнулся, и поперхнулся, и вообще и свет говно, и все остальное, но на другой возможности сказать это у меня не будет, я очень хотел, я мог это рассказать просто близким друзьям, и вот все эти эмоции, которые во мне сейчас находятся, выпалить им, но я мне кажется, что это достойно заслуживает того, чтобы тот человек, который это смотрит, об этом узнал. Так вот, я продолжу про гбозди, несмотря на то, что я пытаюсь быть искренним сейчас, и не умалчивать, и о каких-то сложных эмоциях, то, в чем сложно признаваться. Несмотря на это все, я был первые несколько минут нашего разговора закрытый, отвечал достаточно поверхностно, но в какой-то момент мы разговорились, и разговор пошел очень личный, серьезный, откровенный, и даже поплакали вместе. Для меня это не, ну, сейчас я стараюсь выражать эмоции, когда я их чувствую, но это не, это только, только самые, самые первые шаги, и для меня это точно так же непривычно, как, может быть, для тех, кто смотрит это видео для тебя, для тебя лично. Для меня это тоже странно все, но я разбираюсь, и основное, что хотел сказать, что когда мы начали разговаривать, вот ровно в тот момент, когда я открыл эти глаза, мы переключились на диалог, он, мне вот это вот, то чувство борьбы, да, вот за возможность стоять на этих, да, мне казалось, что я сойду сейчас со сквозьей, да, в тот момент, когда я, ну, мы начали разговаривать, многие вообще перестали меня беспокоить, ну, я сейчас не, ну, я сейчас не буду говорить, правда, вот этих пафосных слов каких-то, не знаю, но правда, я просто стоял как будто бы на земле, ну, как будто у меня вот есть дома такие штучки для ног, ортопедические, с такими, иголок, сейчас я покажу, я сейчас принесу их, недалеко идти, немножко пыльная, потому что на них становлюсь ногами, вот такие две штучки, они, я когда кушаю, завтраку, стоят у меня под, под ногами, и я на них опираюсь, вот это стало, ну, то есть это помогает там для кровообмена, для, для плоскостопии, вот это все, и я просто, вот мне казалось, что я стою как будто просто на этих резиновых штучках, которые вот я только что показал, на двух ногах, и мы разговаривали, 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 когда-то разговор немножко перестал, ну, то есть, было какое-то неловкое молчание, иногда мне казалось, что, может быть, уже как-то, может быть, может быть, нужно завершать этот разговор, но мне не хотелось сходить, ну, то есть, я точно знал, что, я больше думал, что если мне захочется в туалет, или если, там начнется, там у нас должна была начаться йога, если я начну, если начнется йога, то мне придется закончить нашу процедуру, или если, может быть, проводник устал, или, ну, то есть, скорее, я понимал, что закончиться, это не по моей личной инициативе, а из-за каких-то внешних обстоятельств, да, но мы стояли и долго очень разговаривали, были, да, действительно, были какие-то неловкие паузы, для меня неловкие, да, я же за себя говорю, было время, когда мы, нам казалось, что мы прям вот, как будто бы, да, она сказала, что, мне кажется, что мы сейчас взлетим с тобой, и действительно, было, в какой-то долю секунды было ощущение, как будто ты немножечко приподнялся над этими гвоздями, такое классное ощущение взаимопонимания, какой-то легкости, свободы, это, это правда классно, и, и мы разговаривали, разговаривали, и я, опять-таки, повторюсь, я думал, что меня будут отвлекать другие параллельные голоса, люди, там, то, что окно открыли, там, проветрить, вот это все, то, что я, там, не держал этот пост, наверное, я не готов, или еще что-то, то, что проводнику надоело уже со мной стоять, но мы стояли, стояли, разговаривали, 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 плюс за мной там была очередь, там, постоянно, там, кто ходил, там, косился на меня, когда я уже сам слезу, я это чувствовал тоже, но, несмотря на это все, это было, это было невероятно, это был, это было отлично, это была отличная практика, отличная встреча, отличное занятие, и, короче говоря, мне действительно пришлось сойти с них, когда за пять минут до начала йоги но когда я сошел оказалось что мы я стоял на гвоздях 2 часа 20 минут 2 часа 20 минут я бы еще стоял я понимаю что это звучит наверное как будто бы как хвастовство какое-то я в какой-то мере действительно хвастаюсь потому что у меня есть комплексы да и всегда мы хотим каким-то образом чуть-чуть типа мол я тут у тебя там 20 метров у меня на самом деле в этом смысле я не могу ничем похвастаться может быть может быть поэтому мне хочется хвастаться чем-то другом если заходить какой-то глубокий психоанализ самоанализ и действительно я бы еще стоял но ну правда мы проходила классно все ему не на все темы договорили мы обсудили что-то очень важно какие-то там вопросы на которые я не ну в тот момент когда наши беседы перестала быть для меня формальный мы затронули какие-то темы которые я уже много раз рассказывал и как-то отвечая на вопрос который она задавала ничего не испытывал но в какой-то момент мы переключились на ту тему которая для меня была очень важна таких тем было несколько и я действительно не мог сдержать эмоции я очень сильно горевал из-за того что я стою на гвоздях я да я столько сил прилагаю для того чтобы добиться своих целей ничего не происходит они не добиваются вот но я в этот момент понял что я уже знал момент что что все это произойдет очень скоро если ты думаешь сейчас вот ты смотришь и думаешь мне сейчас не страшно это говорить что я не обосрусь завтра и или там не закончу жизнь если ты думаешь что я не боюсь что я закончу жизнь там под мостом бомжом я очень сильно боюсь и очень сильно боюсь говорить вот такие вот блять у меня точно все получится ну сука блять мне все получится мне все получится я этого заслуживаю я все для этого делаю и обязательно сложится время место обстоятельства люди благодаря которым все произойдет вот так а какой вывод я могу сделать из гвоздестояния до самый главный самый основной это то что да то что чем я сказал да то что за нами очень за нами за мной огромное количество сложностей которые я преодолел для того чтобы достичь свою цель мечту и каждый день продолжает добиваться и гвозди были нужны для того чтобы это понять но нам не нужны гвозди для того чтобы дополнительно пострадать что я еще хотел рассказать об этом ретритуре очень многое было из того очень много было из того что мне не зашло вот но ну там были какие-то определенные люди или ситуации или обстоятельства которые мне не были близки но из каждой из этих ситуаций я сделал выводы которые очень ценны очень ценны очень полезны очень сделают меня приведут меня к важным результатам собственно как и любая ситуация в жизни я думаю ты прекрасно об этом знаешь каждая ситуация негативная жизни дает нам возможно как собственно как и почему я сразу сказал о том что это видео будет хотя полезным если ты подумаешь что вот господи что за бездарность что за херату он несет какие-то мастурбации какие-то пуляции про какую-то там гвозди что человек он несет даже в этом всем если ты поймешь что это все что человек выкладывает youtube и это кому-то нужно ты наверняка сделаешь какой-то вывод своей жизни который изменит все если если сделаешь этот вывод я думаю так или иначе о чем еще хотел сказать что что то что то что какие выводы я еще сделал сейчас секунду я загляну в свои записи да я думаю это мой личный вывод он касается меня но он полезен я думаю каждому в своей мере да у меня очень высокие требования к уровню качества того любой вещи которая занимаюсь абсолютно любой и но при этом при всем есть огромное количество людей которые прилагают намного меньше ну это оценочное осуждение понятное дело на мой взгляд по сравнению я не хочу никого сам но им хода намного меньше сил чем их прилагая и получает результат которого нет у меня которого у меня нет конечно у всех свои обстоятельства свой опыт свои свои свое окружение свои возможности и поэтому сравнивать это бесполезно это не имеет никакого смысла но если брать результат в котором ты находишься сейчас да например 33 тур для меня он не был идеальный но я с чем я уехала из него да с какими с какими намерениями с какими мыслями с этим видео с какими с какой любовью к себе к миру к людям с какой классной энергии я оттуда уехал я переполнил энергии с какими намерениями да это говорит все о том что не нужно быть иногда с таким требовательным к себе иногда наша вселенная там да она не идеально да но она совершенно есть такое выражение это не я придумал и если кто-то не понимает смысл в том что главное то что вот мы можем идти по улице мы видим что-то не идеальное да это вот как мы как моя как мы как моя мое гвоздестояние да там не было музыки там поющих чаш во время моей моего гвоздестояния да не было полной тишины не было погружения в процесс такого как я себе это представлял но это произошло гвоздестояние произошло я сделал из него свои выводы я получил удовольствие я получил огромное количество мыслей до идей каких-то выводов опять-таки которые помогли мне о которых я сейчас разговор рассказывают тебе и получается получается несмотря на это не идеальность произошло все супер классно да и вот вся вся наша жизнь об этом то есть не нужно то есть я опять-таки я повторюсь я мог не записывать это видео я мог ждать когда будет день за окном когда будет лучше свет когда я куплю себе лучше световое оборудование когда у меня будет микрофон когда я куплю себе переходник для телефона когда я начну там снимать другой камерой но всех этих эмоций которые я испытываю сейчас их не будет возможно не будет времени возможно мне будет уже это все неважно неинтересно я не захочу этим делиться но есть вот это не идеальное видео без монтажа без с моими огрехами с моими повторениями и ты его смотришь да да не мальчиками говори да и это очень важный вывод который я сделал затворит ритура что еще я хотел сказать так очень важны люди и хоть я последний год почти год я уже без отношений я практикую уединение если грубо пускай будет одиночество но я практикую чем я всегда боялся быть один и всегда боялся делать то что я хочу условно я думаю что если для того чтобы ходить в кино нужны отношения для того чтобы и потом я там мог переживать почему почему моей паре не нравится этот фильм или как же я пойду на этот фильм если не нравится мой паре и так далее и вот только сейчас я понял что ну да вот 34 года я смог с 33 до 34 я открыл в себе возможность того что не обязательно нужен нужен кто-то второй кто составит себе компанию в твоих делах и возможно если ты начнешь делать эти дела на которые ты так от которых ты отказывался потому что с которыми заниматься ты отказывался потому что тебя не было твоего партнера рядом с тобой может быть там ты найдешь этого партнера с которым все будете делать вместе потом впоследствии ну это пока не точно я еще не проверил наверняка но я встретил огромное количество людей с которыми я хочу продолжать общение которые подарили мне эмоции и вот в этом ретритуре я понял что не столько практики хотя и они тоже да не сколько гвозди не сколько вот эта вся атмосфера сколько то кто в ней какие люди туда пришли и что они могут тебе дать и что ты можешь взять и что ты можешь им отдать если что-то такое и я понял насколько важно насколько мало мы действительно у нас есть кто-то кто-то с кем мы не можем разговаривать с кем мы не можем найти общий язык и мы это тоже классная привычка как классная черта пытаться найти этот общий язык с человеком с которым не получается но как же круто находить людей которые могут тебе что-то дать которых ты можешь взять что-то которым ты можешь что-то дать и получить в ответ огромное количество инсайтов каких-то идей мыслей ответов и мы сами себе отказываем в удовольствии найти тех людей которые будут нас понимать которые будут с нами на одной волне мы закрываемся в каком-то вот этом нашем собственном кокне вот пошла эта вся психологическая лексика да вот это ретритская кокон все закрываемся в себе и перестаем уже какой-то пот и так и так и так все закрываю уже какие-то эти подмышки свои уже потому что пот уже но короче я хочу записать и это видео несмотря на этот потность несмотря на то что это все не идеально я хочу все равно я выложу это видео потому что это моя жизнь это вот это это правда это то что есть сейчас до завтра может быть по-другому сейчас так без сегодня я не будет меня завтра и не было бы меня там мы вчера не сделал короче мы имеем возможность выбирать людей которые будут с нами и приезжая на эти ретрит туры мы получаем возможность открыть найти этого человека для себя давайте так я быстренько сейчас пробегусь еще по своим записям потому что могу что-то забыть что-то не сказал что на меня произвело впечатление может быть тоже еще какие-то выводы сейчас подождите секундочку я может быть это будет интересно не всем но я для себя открыл понял почему почему я покупаю музыкальные инструменты я даже не на всех на них умею играть вот например вот я купил себе шейкер нереальная история я иногда могу так вот ходить стоять вот если ты думаешь что я специально подготовился к видео взял этот шейкер нет он стоит вот здесь у меня всегда на столе рядом и то же самое губная гармошка губную кармошку я себе опять-таки шкупил в подарок на новый год тот начинает русских рублей сколько это 6 долларов я еще не научился играть на не как и на гитаре которая там висит как и на фортепиано на котором я записываю сейчас какие-то свои фортепиано зарисовки я играю тыкаю вот так вот да придумываю просто но я понял что это я покупаю это не потому что я не реализован музыки не только потому что я хочу в ней реализоваться я понимаю что это то что приносит мне удовольствие это моя терапия да и когда я лишаю себя возможности поиграть на инструменте потому что условно в голове какие у меня мысли я не талантлив я не имею право играть на инструменте я не научился еще играть что я буду на нем играть я трачу время может быть кто-то меня слышит я кому-то мешаю или я лишаю себя возможности просто подойти нажать миллиард причин нахожу вместо того чтобы просто подойти нажать получить эмоцию я только сейчас понял что это моя терапия вот я начал перед новым годом играть на фортепиано потому что это моя терапия я получаю колоссальное удовольствие от того что просто тринка того чтобы просто вот так вот дело и в процессе я понимаю что я в процессе научусь научусь играть но если я не буду пробовать если я не буду нажимать если я не буду если я буду ждать вот этой той самой возможности когда же я смогу пойти на фортепиано когда же я накоплю денег когда же я найду время когда же я там смогу когда я буду не уставший когда вот это не сойдется никогда если я просто сейчас не понажимая на эти клавиши не будет вообще ничего вот и и благодаря ретритуру я понял что это моя необходимость для меня это стало быть понятным совсем недавно что еще я расскажу наверное про про себя чуть-чуть про какой последний вывод на пускай это будет на последний вывод который который не поделюсь больше тут уже все девять минут я хотел специально какую-то выбрать может быть скриншот экрана сделать на фоне скриншота записывать видео чтобы не смотреть на это видео на этот тайминг я не хочу мне все равно сколько я буду говорить как это будет долго медленно мне важно сказать то что я хочу и поэтому меня немножко раздражает то что я вижу этот таймер это что я понимаю что говорю уже все девять минут на долго несмотребельно неинтересно но все-таки я расскажу про последний выводов пускай будет еще 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 чем я закончил сейчас секундочку да нет это будет не один вывод их будет чуть-чуть чуть-чуть мы я не знаю если вы торопитесь можете выключать нахуй прямо сейчас это видео и как бы я буду говорить как я считаю нужным в той скорости в которой считаю нужной твоя возможность послушать это видео что-то из него взять либо не послушать ничего из него не взять все я перед собой мои намерения добрые я выкладываю только для того чтобы ты что-то получил отсюда не получила ну и и покрасоваться конечно тоже перед экраном но я-то покрасуюсь и уже это делаю ум какие-то мысли то что наполнит голову зависит от тебя несколько лет назад я впервые провел отпуск в египте и он прошел очень неприятно не мне не понравилось абсолютно не буду сейчас уже заострять внимание не стали я приехал когда я приехал из минска я пришел к своей к своему парикмахеру девушки сейчас можно говорить барбер но она у меня парикмахер стригла меня на дому и она мне в том числе рассказывала пробовал про египет как там классно как я получу это удовольствие ну вот я к ней пришел с такой досады на стрижку и мы разговаривали с ней и я рассказывал я каких-то неприятных ситуациях которые там происходили что меня разлило что меня обидело и так далее что мне не понравилось и она бы сказала очень классную штуку это то что вот отпуск это твоя маленькая мини жизнь новая у тебя есть возможность прожить свою жизнь заново и вот как ты ее прожил ты в миниатюре можешь сделать возможность сделать какой-то анализ того как ты живешь свою основную жизнь и если что-то тебе не понравилось только твоя только твоя ответственность как-то до сделать выводы изменить эту ситуацию изменить к ней отношении да им и мне это очень сильно понравилось я запомнил эту ситуацию и сейчас вот когда я ехал в этот ретрит тур я не знал каким он будет но я точно знал что я все что зависит от меня чтобы в этот чтобы этот мини отпуск да эти три дня 31 1 и 2 число прошли чтобы не произошло они пройдут для меня классные как бы там может быть там будет неприятные люди может быть там будет не профессиональные коучи может быть практики был дурацкие может быть результатами не расстроит может быть там будет будет отопление пропадет свет будет невкусная еда будет неприятно там постельное белье или холодное ну в общем я уже про отопление говорил несмотря на это все я для себя я подготовился каждой из тех ситуаций которые могут меня причинить мне неприятности со своей стороны я полностью перестраховался и ехал туда чтобы получить взять для себя максимум и уехать оттуда счастливым я очень рад что у меня получилось это и я очень рад и это это тоже вывод у меня получилось жизнь не идеально да но совершенно так надоело закрывать и подмышки поэтому я сейчас секундочку отойду возьму рубашку накинули наверх и продолжу есть еще один да вот он да может быть сразу надо было так записывать вот прекрасно да я записал в это видео на час а потом был увидел что у меня заплатили подмышки и решил бы переписали потом бы еще потому что как все было косноязычное решил бы переписать это видео потом бы уже без двадцати десять прекрасно и я бы тогда понял ай ну нахуй пойду я спать мне завтра в восемь нужно быть на работе или в девять как проснусь да соответственно не записал в это видео и не было бы вообще ничего а так у меня тут шоу с переодеваниями что еще еще я это это очень забавно правда я думаю что каждый человек когда оказывается в каком-то новом месте несколько лет назад уже об этом услышал что я тогда работал в москве короче не буду цитали вдаваться почему мы сидели в абсолютно новой компании с разными людьми за столом и это прозвучало тогда о том что все кто люди все кто мы собирались за началом одного большого проекта который на мой взгляд он состоялся но для меня он просто в копилку проектов того грандиозного результата которым мы тогда разговаривали не произошло и мы тогда сидели за столом и прозвучала впервые история о том что вот все те люди которые сейчас сидят за этим столом мы будем работать ближайшее время каждый из нас является зеркалом для меня все кто сидят за этим столом является отражением зеркальным отражением меня то есть эти все те люди из которых ты можешь сделать что-то понять о себе так или иначе вот вы в этом моменте в этой жизни да вот в этот самый момент вы оказались в одном месте и сейчас будете заняты какое-то время значит что-то у вас есть в нас во мне и в этих людях есть похоже я стараюсь замечать вещи я кстати понял помню тогда свое первое впечатление от этой компании за столом я подумал что мне те люди не нравятся я не хочу себя с ними ассоциировать если это я то я хочу эти привычки эти эти особенности в своем характере в себе убрать удалить и ну и собственно проект не состоялся и как я уже говорил точнее он произошел на состоялся он находится в моей копилке проектов моем портфолио но ничего не случилось мирового успеха дивидендов каких-то прибыли это очень классный профессиональный проект который который я могу отправлять кому-то чтобы показать свои навыки профессиональные да но в общем я хотел из этого проекта выскочить поскорее с моей стороны так оно и произошло достаточно быстро ну я как честный человек все доделал сделал все максимально все что от меня зависело хорошо раз уж я вписался да но я тогда впервые узнал об этом и сейчас каждый раз когда оказываюсь какой-то новый но в новой компании это бывает не часто в принципе потому что моя работа но если моя жизнь это работа дом сейчас даже нет спортзала поэтому или там групповые групповых моих тренировок поэтому вот это оказалось новая компания за такой продолжительный период времени и я понял что мне нравится то что я вижу это это было приятно да я увидел в разных людях разные части отражения себя и понял что это это классные части были и те люди которые мне не понравились но я тоже я понимаю почему я тоже вижу в себе что-то такое и понимаю что от этого я хочу избавиться или над этим я хочу поработать это я хочу изменить это я хочу сделать лучше и мне кажется на это важно обращать внимание когда ты находишься компании еще я впервые в жизни заполнял вот такой вот компас на самом деле ничего ничего вольного вполне такая простая понятная вещь это здесь ты на маленькую анкетку рассказываешь о разных историях отвечаешь на разные вопросы о своем о своем годе прошедшем 2021 например там расскажи там да это то о чем был мой прошлый год там перелистать свой календарь посмотри прошедший календарь и и запиши все важные события которые произошли в этом году встреча с друзьями или семьей или важную встречу или задание и рассказать или например взгляни на события и спросить себя какие значимые события произошли в каждой из этих из областей которые здесь перечислены записать свои ответы вот личная жизнь карьера учеба друзья сообщества или хобби релаксация физическое здоровье психология самопознание привычки которые меня определяют ну таких много разных вопросов про прошлый год а потом про будущее 22 про то как я хоть как я представляю себе его как я хотел бы чтобы я хотел сделать как в каждый из сфер которые я вот вышел разрушил каким он будет какие вещи я буду в себе любить какие вещи я буду хочу отпустить вещи которые я хочу которых я хочу добиться больше всего чем такой планер планер ну такой крупными мазками разных сферах в моей жизни напишите по слову которая определит год и честно скажу это такая серьезная история серьезно почему потому что здесь очень правда много этих листов 8 с половиной листов вот этих вопросов они отчасти кажется что они повторяются но не под разными углами задаются 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 и это возможность проанализировать свой год я правда я когда заполнял я плакал вспоминая какие-то классные события которые прошлом году произошли он был сложный но он был в нем было так много хороших событий я чуть не покончил с собой но я пережил это преодолел я никогда так не был близок к суициду как прошлом году но я спас себя я спас себя я нашел возможность спасти себя кстати было вот накануне гвоздестояние это из-за этого я кстати с вами был в глубочайшей депрессии и из-за этого даже не пошел мне было настолько все равно я не ел ну и может быть сниму куда-нибудь об этом отдельное видео в общем я постарался в этом видео поделиться своими выводами да наверное еще про двадцать второй год хочу сказать что он начался я не хотят них но не хвостовство правда правда я хочу я начал свой год уже с работы над своим будущим и я понимаю что просто это же вот я вот эти два дня там через вот эти через йогу через да там через медитации поющих чаш я осознавал это то что я сейчас по большому счету работаю над собой над своим будущим я сейчас ну я отчасти отдыхаю тоже отчасти но вот это заполнение вот эти вот эти штуки это тоже целые реально целые труды часов примерно шесть потратил это же пока ехал еще в маршрутке обратно домой я заполнял последние листы потому что уже ну я понимаю что сейчас начнется работа готовка стирка вот это ежедневная вот эта рутина я не заполнил и в общем когда мы если меня стало очевидным что когда мы работаем над нашей задачей она реализуется но только нужно выключать самоуничижение неверение в себя перестать слушать постоянно каких-то непонятно кого непонятно для чего мы это делаем так уведомление возникло на экране уже 20 процентов зарядки осталось вот такой вот вывод я для себя сделал я их огромное количество сделал в этом году я хочу улучшить свое материальное положение хочу обрести финансовую стабильность потому что она очень сильно лишает меня возможности быть уверенным в себе потому что когда у тебя нет денег на еду бывало и такое ты чувствуешь себя невероятно тяжело никакой уверенности в себе нет и речи даже да но тут вот над этим тоже надо работать потому что у тебя есть близкие люди друзья к которым ты не хочешь почему-то обращаться из-за гордыни какой-то из-за боязни показаться слабым из-за боязни разочароваться в друзьях да бывает и такое это тоже такое бывает из-за этого ты чувствуешь себя неуверенным но нужно преодолевать это все и потому что в те моменты когда я уверен в себе я когда я вдохновлен я совершаю ну такие классные поступки совершенно делаю такие пишу такие классные песни такие классные проекты это происходит так легко так быстро так классно так круто так профессионально так талантливо и я думаю что это касается всех иногда нам нужно выключать это точнее нам нужно выключать это постоянно всегда у нас этого сомнения самокопания профессионализма ну я не буду говорить за нас за меня да во мне это и так все есть и и ровно потому что я начал год стал с работы над собой над своим будущим я я делаю вывод о том что этот год оправдает по-другому быть не может я сделаю все чтобы этот год оправдал все затраченные усилия на достижение всех моих целей я желаю этого всем и каждому пускай все получается пускай 22 год будет классным он уже начался невероятно необычно для меня и сейчас продолжается я не знаю когда я сниму следующее видео я надеюсь что очень скоро мне абсолютно по хую сколько человек посмотрит его мне хотелось бы конечно чтобы то о чем я говорю было интересно людям я я этого не буду скрывать я все таки уже сказал лучше что я хочу зарабатывать своим любимым делом в том числе это все является частью того что я люблю и если это станет успешным я буду счастлив но если конкретно эта история не произойдет и с этого видео там ничего не взлетит не полетит и не станет я знаю точно что я попытался я знаю точно что я сделал то что мог там где я являюсь там где я есть и в том месте где я сейчас и имея то что те ресурсы которые сейчас которыми я сейчас владею я сделал все для этого я сделал это с любовью я сделал это искренне и если бы не то что сейчас происходит мне было бы вообще ничего я обнимаю тебя если это уместно я сейчас сказал и подумал что это как-то звучит нерзко что-то меня обнимать будет никому человеку если бы я смотрел это видео да зачем зачем это делать в общем у меня все получится и я желаю чтобы у тебя у тебя я говорю это сейчас я вижу себя, но там, когда я загружу это, будешь ты за экраном. Я тебя не увижу, но я знаю, что если ты уже ищешь ответы, как я начинал это видео, ты уже на 70 процентов на пути к решению. Отличного 2022 года!